Юрий, вот вы наверняка следите за этой ситуацией с Дарьей Дугиной, и мы знаем, что ФСБ свою версию уже назвало подозреваемую и так далее. Вот тут прошли похороны Дарьи Дугиной тоже, и многим показались они довольно странными. Я хотел бы вас для начала в общем спросить, что вы вообще думаете обо всей этой истории и об участии ФСБ в этом деле? Ну, во-первых, начнем с того, что, к сожалению, у нас такой уже уровень недоверия российскому руководству, и прежде всего в каком-то смысле ФСБ, что что бы они ни говорили, и независимо от того, правда это или неправда, им все равно уже никто не верит. Поэтому я бы считал, что, конечно, их серьезная проблема заключается в том, чтобы как-то сделать так, чтобы им начали верить. Но я думаю, что это невозможная задача. Поэтому вот что бы сейчас ФСБ ни говорило, какие бы доводы ни приводились, какие бы факты нам не выкладывались, мы, к сожалению, для них все равно в эти факты и в эти доводы не поверим. Конечно, крайне подозрительно, будем откровенны, что в каких-то случаях ФСБ проявляет удивительную оперативность и очень быстро раскрывает убийство чуть ли не на следующий день, а в каких-то, как в случае, например, с Немцовым или, например, с Политковской, эти расследования длятся годами и непонятно чем кончаются, а какие-то ничем не кончаются, как мы знаем. Мне трудно себе представить, что Украина, ведущая сейчас войну с Россией, располагает свободными профессионалами, которых можно было отправить в Москву, что я считал бы крайне рискованно в целом, потому что все-таки это территория ФСБ, и ФСБ пытается свою территорию контролировать, отправить в Москву для совершения теракта. И я бы, будем откровенны, понял, если бы этот теракт был бы направлен против Путина, против Лаврова, против Шойгу, а вот в то, что профессионал отправляется в Украину украинскими спецслужбами для того, чтобы подорвать Дугина, мне как-то это очень трудно себе представить, потому что Дугин, в общем-то, никакой ценности, как мне кажется, для Украины не представляет в виде покойника, потому что он всего лишь пропагандист. Он, может быть, относительно незарядный пропагандист, пользующийся уважением или влиянием в Кремле, но, тем не менее, к военным действиям, будем откровенны, он отношения не имеет и на военные действия не влияет. А с точки зрения пропаганды в России все настолько уже однозначно, что ни лишний Дугин, ни лишние 10 Дугинов ничего на самом деле не меняют. Поэтому мне трудно, повторяю, поверить, что было только брошено сил на организацию теракта украинскими службами, чтобы подорвать Дугина. Я думаю, что список людей, которых украинские спецслужбы хотели бы устранить, он вполне может быть серьезный, но Дугин не занимает там первые десятки мест. Как полагаете, могло ли все это быть инсценировкой, ну, не знаю, спецопераций, федеральной службы безопасности, ну, в том числе и чтобы дискредитировать или там свалить все на Украину? Могло, и это та версия, к которой я склоняюсь, только не федеральной службой безопасности, не ФСБ, а ГРУ. Дело в том, что Дугин человек очень, как бы, темный, смутный, темный биографий. С 18 лет он был вовлечен в неофашистское, неонацистское движение в Советском Союзе, еще в Советском Союзе, входил в многочисленные разные фашистские организации, входил в память Васильева, да, основывал вместе с Лимоновым национально-большевистскую партию. То есть, как бы он либо организовывал, либо входил в абсолютно фашистские структуры, во все те, которые создавались в Советском Союзе, еще в Советском Союзе. Как вы понимаете, все они, все эти организации были под контролем госбезопасности. Очень многие из них организовывали бой с безопасностью. Но, тем не менее, из-за того, что отец Дугина был генерал-лейтенантом ГРУ, а не ФСБ, понятно, что все, как бы, контакты, знакомства, знакомства, связи Дугина шли в основном и в целом не по линии ФСБ, а по линии ГРУ и, соответственно, Министерство обороны. И со временем, на данный момент, Дугин, безусловно, и человек, пользующийся некой репутацией среди фашистов и ультра-националистов, уж не знаю, как этих людей всех назвать, в России, человек с большими международными связями, потому что он использовался как связной между российскими ультра-националистическими организациями, движениями и правыми организациями аналогичного типа в Европе, например, в Италии. Дугин был связан напрямую с Малафеевым, одним из так называемых, не знаю, как назвать, православных олигархов, которые ратовали и реально участвовали в украинской кампании, антиукраинской кампании войне еще в 2014 года. Дугин, безусловно, имел отношение к большим деньгам, потому что все эти правые движения в Европе финансировались Россией через поставки нефти и газа по заниженным ценам. И если предположить, что Дугин был связным между российским руководством и вот этими людьми, этими вот организациями, то, наверное, эти деньги в серьезной какой-то доле шли через него, и он имел к ним доступ. Так что, повторяю, Дугин был человек с очень темной биографией, очень скандальный, из всех структур, в которых он оказывался, он в результате уходил со скандалом. Так что врагов у него тоже было очень много. И, знаете, ну я не хочу такую проводить аналогию, она немножко, может быть, кажется примитивной с Распутиным. Но вот люди, которые убивали Распутина в дореволюционной России, перед революцией незадолго, они пытались спасти монархию, потому что им казалось, что Распутин оказывает разрушающее влияние на императора. И я не исключаю, что какие-то люди, но, повторяю, именно из ГРУ, а не из ФСБ, из ФСБ, посчитали, что Дугин вот становится таким своеобразным Распутиным и оказывает на российского лидера плохое влияние. Вот я в эту версию верю, как бы, вот это предположение, мне кажется, более естественным. То есть это какие-то люди, ну, очевидно, заблуждающиеся, потому что, ну, мне кажется, общим местом стало, что Дугин никакого влияния-то особо не оказывал. Другое дело, что некоторые его идеи инкорпорированы, это правда, причем идеи не новые. Вот, а влияния вроде бы он никакого не оказывал. Я с вами согласен. Дело в том, что вот эта легенда о том, что Дугин, мозг Путина или что-то в этом роде на Западе сейчас очень понравилось это выражение, и все газеты прямо его подхватили, что вот совершено покушение на мозг Путина. Эта легенда, она, естественно, распространяется прежде всего самим Дугином, и он пытается какие-то заработать дивиденды вот на этой вот легенде. На Западе он, кстати говоря, более известен среди правых руководителей правых движений, чем в России, и, наверное, пользуется там как бы большим уважением, отчасти еще и потому, что он человек, знающий несколько иностранных языков, и поэтому, повторяю, его использовали очень удобно для налаживания контактов между российским руководством и правыми движениями в Европе. Так что, как бы, определенная репутация у Путина, у Дугина была. Что из этого до конца правда, а что нет? Насколько вообще Путин знал и читал то, что Дугин писал и публиковал, я, конечно, ответа на этот вопрос не знаю. Но поскольку от Дугина, ну, будем откровенны, для России это один вред, ну, как и от Путина, то, повторяю, я не исключаю, что могли найтись какие-то люди, которым, может быть, показалось, что они делают доброе дело для России, устраняя Дугина. Ну, и, в принципе, это было доброе дело для России, безусловно, устранить Дугина. Будем откровенны, да. Но подчеркиваю, что поскольку сам Дугин был связан с ГРУ, прежде всего, а не с ФСБ, я думаю, что если мы рассматриваем версию о том, что к покушению на Дугина причастны спецслужбы России, то эти спецслужбы, это ГРУ, а не ФСБ, потому что, ну, есть такое, может быть, неписанное правило, что ГРУшники разбираются со своими, а ФСБшники со своими, да. И по этой причине, например, убивать Литвиненко в Лондон были отправлены сотрудники ФСБ Луговой и Ковтун, а убивать, например, Скрипаля были отправлены сотрудники ГРУ, потому что Скрипаль был из ГРУ, а Литвиненко был из ФСБ. Так что, повторяю, если мы ищем, как бы, следы российских спецслужб, то я думаю, что их правильнее искать в ГРУ, а не в ФСБ. Вы, я обратил внимание, тут я записывал нескольких тоже комментаторов, и каждый из них, ну, не каждый, некоторые из них говорили о Дугине в прошедшем времени. И вы сейчас тоже говорите о Дугине в прошедшем времени, и я, кстати, вслед за вами. Не могу ничего, да, извините, перебиваю, не могу ничего с собой поделать. Вот тянет на то, чтобы говорить о нем в прошедшем времени, и я это даже не первый раз делаю и ловлю себя на том, что это неправильно, но говорю о нем все равно в прошедшем времени. Ну, пока что он еще в настоящем. Не-не, это я к тому, что, ну, я понял это из контекста ваших слов, что вы допускаете, или, может быть, даже ваша основная версия, что это было покушение на него. Ну, я на 100% убежден, что это было покушение на него, а не на его дочь. Вот в этом я убежден на 100%. Другое дело, что люди, которые организовывали это покушение, наверное, знали, что в этой машине будет его дочь, потому что это было ожидаемо, и даже я где-то читал, не знаю, правда это или не правда, что Дугин вообще машину не водит, и поэтому дочь как бы использовалась им еще и как водитель. Но как бы убивать детей вместе с родителями, это тоже ведь на самом деле вполне почерк ГРУ. Это не дает ответ на все вопросы, но когда в феврале 2004 года подрывали автомобиль Яндарбиева в Катаре, Диримхана Яндарбиева, бывшего президента Чечни, и точно так же по технологии, то есть бомба была подложена под машину. В этой машине вместе с Яндарбиевым был его 15-летний сын, который был тогда тяжело ранен. И когда вот сейчас были какие-то странные смерти менеджеров разных из «Газпрома», то тоже вместе с самими главами семейств находили еще убитых членов семьи. Так что это, в общем, похоже на почерк ГРУ, будем откровенны. Похоже. Хотя, наверное, нам трудно будет до конца разобраться в этой достаточно темной истории. Ну, а что касается версии ФСБ о том, что эта женщина действовала в интересах украинских спецслужб по их заданию и так далее, выдерживает она критику, нет? Ну, надо, во-первых, надо, с одной стороны, надо разбираться, что это за женщина, была ли она в это время в Москве, почему она оказалась сейчас не в Москве. Но, знаете, с одной стороны, я готов себе представить, что если ГРУ идет на операцию по устранению Дугина, то, наверное, они разрабатывают сразу же и версию, которая должна быть вброшена в прессу, потому что они должны проводить операцию по минимизации ущерба политического от проведенной операции. Поэтому, естественно, скажем так, подозрительно, что очень быстро появилась эта версия. Подозрительно, что ФСБ уже так быстро как бы раскрыло это убийство. Но, тем не менее, ожидаемо, что если это убийство готовилось спецслужбами, то, конечно же, версия о том, кто именно его совершил, должна была быть подготовлена заранее. И в этом плане ничего удивительного нет, что она быстро как бы была вброшена в прессу. Потому что теперь вот все будут склонять эту версию. И вроде бы она по определению затмевает все остальное, потому что версия конкретная. Есть человек, вот его имя, вот его фотография. Вот он был раньше в Москве, а теперь он в Эстонии. Ну, а теперь представьте себе ситуацию, которая мне не до конца ясна. И тут можно задавать много вопросов. И, наверное, какие-то уже есть ответы. Я просто с этой точки зрения не слежу за происходящим. Ну, а теперь представьте себе ситуацию, когда некая украинка, допустим, с украинским паспортом, допустим, оказывается на вот этом вот мероприятии, после которого убили дочь Дугина. И узнает о том, что произошел вот этот вот теракт. И понимает, что у нее в кармане украинский паспорт. А она в этот момент была в этом учреждении. Но единственное, что приходит в голову любому нормальному человеку, это как можно скорее уехать из Москвы, потому что понятно, что ее обвинят в причастности к теракту, просто потому что она украинка. Ну, точно так же, как в сентябре 99-го года причастными к терактам обвиняли чеченцев и объявляли об их причастности к теракту только потому, что они были чеченцы. После чего через несколько месяцев или несколько недель, или даже через несколько дней, оказывалось, что они к этому, вот эти вот обвиненные уже чеченцы и объявленные террористами чеченцы никакого отношения не имеют. Так было в Москве в сентябре 99-го года, когда взрывались дома и когда вбрасывались тут же как бы в прессу версию о том, что вот там задержаны чеченцы или определены чеченцы, имеющие отношение к этому теракту. Так что, понимаете, есть много объяснений тому, почему конкретная женщина могла оказаться в это время в этом месте. Есть много объяснений тому, почему она потом решила скрыться, а не дожидаться того, пока ПСБ будет брать подозреваемых, и она предположительно может оказаться в их числе. Так что само по себе не ее присутствие, опять же, если она там была на этой встрече, не факт ее поспешного отъезда из России ни о чем не говорит. Еще нужно задать, наверное, всем много вопросов, каким-то образом после такого теракта человек с украинским паспортом умудрился успешно, быстро уехать из России в Эстонию. Я не думаю, что это так уж просто в сегодняшней России с украинским паспортом пересечь границу, но подробности мне неизвестны. Спасибо вам большое! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!